Привет, незнакомый человек. Сегодня я хотел бы рассказать те новости, которые касаются нашей любимой компании Xiaomi. У меня есть несколько новостей и все они очень интересные. Первая новость, первая новость касается Xiaomi Mi 11 глобальной версии, она выйдет скоро. Самое главное, о чем я хочу вам рассказать, это конечно же о цене. Цена стандартного среднего смартфона от компании Xiaomi составит примерно 800 долларов. Вернее, поскольку это будет в Европе 800 евро. 800 евро за стандартную версию Mi 11 это очень дорого. Представьте себе, в Китае такая же версия стоит 500 долларов и это кажется очень несправедливым за смартфон, который имеет сервисы Google, платить такую цену. То есть в Китае он стоит 3999 юаней-500 долларов, а в Европе будет стоить 800 долларов. Готовы ли вы покупать топ за свои деньги, за такие деньги? Вот. Это первый вопрос, первая новость. Мы с супругой сидим обедаем, поэтому я пишу вот в таком режиме, в гастроферме. Следующая новость как раз вытекает из этой. Все китайские версии смартфонов от Xiaomi и Redmi теперь не будут работать с Google сервисами. Теперь даже при попытке установить Google сервисы на китайскую версию MIUI будут обречены на неудачу. Вот телефон супруги Mi 10 Zoom или Mi 10 Lite. Буквально недели 3-4 назад в нее отвалились все Google сервисы. Мы снесли их начисто и установили заново. Но Google инсталлер теперь ругается, смотрите. Вот я нажимаю установить. Это обычный Google инсталлер. Он пишет, что проблема с установкой пакета на этой прошивке. Вот. Теперь просто так установить Google сервисы не получится. Они не будут работать. Если вы даже установите YouTube, он не будет работать. Тем самым, я думаю, Xiaomi борется с как раз теми любителями компаний, которые покупают в Китае, прошивают и отсылают к нам сюда или в Европу, в Индию, куда угодно, где сервисы Google нужны. Тем самым они могут как раз обосновать свои ценовые решения по поводу увеличения цены. Вот. Надеюсь, конечно же, что при помощи кастомов и открытия загрузчика и установки глобалки можно будет это изменить. Ну, например, с Mi 10 Zoom здесь есть телевик, который не установлен в Mi 10 Lite европейской. И, соответственно, невозможно сюда накатить без танца с губном прошивку от Mi 10 Lite. Вот. Поэтому сюда можно установить только кастом с рутом и со всеми делами. Супруга, причем, не хочет удалять все свои данные. Сейчас об этом говорят новостные порталы, которые посвящены технике. Но данная новость была актуальна уже, как я говорил, месяц назад. То есть месяц назад, как Google сервисы приказали долго жить на китайских смартфонах Xiaomi. Вот такая новость. В принципе, на этом все. С вами был Антон. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok